приветствую всех я наталья невзорова и сегодня мы продолжаем обзор каталога номер 10 вчера я выложила обзор с первой частью каталога и сегодня мы поговорим о тех продуктах которые остались у нас во второй части и на странице 68 сразу хочу обратить ваше внимание вот на эту профессиональную кисть для тонального средства 285 26 вот так она выглядит это очень классная кисть я ее использую для нанесения корректора то есть когда потому что она очень классно растушевывает этот корректор но еще я не пробовала и и конечно для тонального средства но я думаю что очень классно у нее очень жесткая щетинка идет она мягкая но в то же время так как она собрана в короткий пучок она достаточно жесткая и поэтому ей очень удобно будет наносить и тональное средство тоже поэтому обратите внимание на эту кисть и вы можете ее заказать в текущем каталоге номер 10 в каждом каталоге во многих каталогах oriflame есть вот такая вкладка которая называется спеши купить но не все обращают внимание что условия покупки из этой вкладке если вы размещаете заказ на 500 рублей из основного каталога тогда вы имеете доступ к тем продуктам которые идут в этой вкладке я себе из этой вкладке заказала вот эти три лака лаки базы скажу сразу что взяла их потому что достаточно неплохая цена идет 99 рублей взяла их на распродажу и первый лак это дымчатые 325 27 вот так он выглядит не знаю как сфокусировать камеру чтобы было видно второй лак это сиреневые 327 86 если будет время сниму обзоры и третий лак синий ими 319 20 также из этой вкладки у меня есть глянцевый лак для ногтей леденец вот так вот он выглядит но немножко не соответствует цвета просто 3175 малина цвет виноград вообще не соответствует он очень светлый в каталоге а на самом деле вот смотрите как в тюбике он выглядит как он выглядит во флаконе но я не знаю может быть он на ногтях будет смотреться намного светлее если будет время тоже сниму обзор 33176 следующий лак апельсин очень красивый такой красненький 33177 и еще лак голубика голубика тоже видите смотрится намного темнее чем он нарисован в каталоге 33178 вот так они выглядят ну давайте сейчас я попробую кстати нанесу лаки эти что потом на них не обращать внимание уже я нанесу на бумагу для того чтобы вы могли определиться по крайней мере с цветом лака и так сначала я наношу лаки базы вот смотрим вот я нанесла лак базу то есть дымчатые сиреневые и синий и ней вот так они выглядят они практически идут без какого-либо глянца а сейчас рядышком нанесу глянцевые лаки итак смотрим рядом глянцевые лаки то есть глянцевые это у нас получается малина виноград апельсин и голубика вот так они выглядят дальше несколько слов об антивозрастной тональной основе я этой тональной основой пользуюсь она у меня сейчас даже нанесена на лицо точно такой же тон единственное что у меня тут корректоры пудра и так далее это тон слоновая кость 320 49 мне очень нравится эта тональная основа я всегда когда она идет со скидкой я всегда ее покупаю несколько слов скажу о тенях они у меня есть даже не помню откуда просто лежат в офисе пока это тени теплый кофейни 327 47 роскошной жемчужиной тени с микроволокнами кашемира так покажу вам да вот так они смотрятся эти рассыпчатые но я такие тени не очень люблю я скажу что когда-то я брала тени такого плана знаете у них такое легкое нанесение идет что непонятно то ли нанесла ты их то ли не нанесла и поэтому это для тех кто любит такой знаете не очень яркий макияж они подходят и они подходят хорошо для вечернего еще макияжа ну и и честно говоря тени в шариках для меня это загадка потому что все таки их очень сложно как мне кажется наносить на кисть поэтому они у меня пока лежат я их не использую еще одно средство для тонирования лица это сиси крем они у меня снято очень хорошее видео где я рассказываю именно о двух тонах этого средства где показываю о том чем отличается тон светлая тона естественного это средство легкая для легкого макияжа но она еще решает проблемы отбеливания кожи увлажнения кожи даже можно его наносить без дневного крема но я пробовала все-таки с дневным кремом не нравится больше потому что что ну это такой знаете экспресс макияж вот вы поехали и с собой в дорогу хотите взять легкое тонирующее средство поэтому вот эта штука очень очень подходит я вообще пользовалась дважды брала это средство я беру в основном восемьдесят восьмой оттенок и мне очень она понравилась единственное что сейчас я пробую все тональные средства которые у нас появляются в каталогах они появляются в достаточно большом количестве и до него просто не доходят руки и пользуюсь я сейчас в данный момент антивозрастной тональной основой пока мне не пришла тональная основа с пипеточкой которая у меня уже закончилась я ей уже пользовалась я и ставлю ей вот самое первое место отдают тональной основе шелковой вуале которая идет с пипеткой у нас несколько слов хочу сказать о лаках роскошный глянец из серии jordani gold это классные лаки кстати они идут с хорошей тоже широкой кистью и очень хорошо держится на ногтях то есть поэтому можно смело и заказывать достаточно не дешевая цена у них идет потому что все-таки серия jordani относится к элитным сериям соответственно цена у нее должна стоить соответствующие но эти лаки идут в коробочках они приходят рим про туалетные воды на странице 79 на развороте у нас показано туалетная вода посесс женская туалетная вода в таком оригинальном флаконе видите очень такой знаете презентабельный флакон с красивой змеей которая обвелась вокруг пульверизатора кстати есть такая такая особенность этого флакона многие приходят к нам в офис а видите этот флакон использовался и достаточно хорошо его выпрыскали как тестер но многие приходят и начинают сдергивать крышку да то есть думая о том что здесь все-таки есть крышка на самом деле здесь пульверизатор вот вот так он выглядит и нам все время приходится обратно надевать и прыскается она именно вот нажатием на пульверизатор то есть у нее нет крышки как таковой есть предохранитель если вы крышечку повернете в сторону то прыскаться она уже не будет то есть вот особенность этой туалетной воды мне она нравится эта туалетная вода у него хороший такой дорогой аромат сладковатый с почули и ланки-лангом общем я и ланки-ланг вообще очень люблю это одно из моих любимых масел ароматических поэтому вот эта штука очень презентабельна она конечно больше подходит уже для женщин а больше подходит для брюнеток но классная туалетная вода и я сама ее использовала брала себе и осталась очень-очень довольна в прошлом каталоге у нас появилась новиночка я не уже рассказывала в обзоре девятого каталога еще раз напомню цветок базилика ландыш и мускус ходит состав этой туалетной воды свежий летний такой знаете вкусный мне понравился зеленый аромат очень очень вкусный легкий поэтому сейчас эта вода идет для новичков подарок потому что еще идет рекрутинговая компания до конца текущего каталога и можно ее получить есть еще одна туалетная вода которая оставила у меня такое двоякое ощущение называется она или стене это вода идет в оригинальном флаконе почему в оригинальном потому что все флаконы абсолютно не похожи друг на друга так как видите они вылиты из стекла специального до где пущена специальный краситель и он придает разную форму узоров на этом флаконе очень красивая такая презентабельная крышечка приятно смотрится флакончик я вообще люблю такие лаконичные флаконы она идет с зелеными приятно раскрывающимися нотами лотоса входит состав турмалин и пион я например слышу здесь пион туалетная вода почему вызвала двоякое ощущение когда я ее вскрыла во флакончике мне она очень понравилась когда ее напрыскал на себя какая-то но там не все время мешала и поэтому пока я ее отложила изначально мне показалось что это аромат зеленой травы впоследствии мне все-таки показалось что есть сладковатые ноты такие и действительно сюда входит пион лотос и есть такой немножко сладковатый налет но вода очень и очень тоже классная просто это не мой аромат линейки экла у нас появилась вот такая маленькая водичка во флаконе 50 миллилитров несмотря на то что вот такой маленький флакончик но он идет пузатенький она называется экла мадемуазель утонченный женственный аромат с водными нотками да и павку и по цвету смотрите она тоже напоминает такую прозрачную какую-то в воду и по цвету она напоминает такую прозрачную кристальную свежесть хотя в состав входит сладкое яблоко белый гибискус и мускус водичка такой знаете стопроцентно цветочный аромат прям знаете без какой-либо сладости как мне кажется и тоже очень такой легкий легкий вот подходящий сейчас на летний период больше конечно я слышу аромат гибискус гибискуса в этой воде но вода пользуются спросом и покупают неплохая водичка есть еще такой интересный аромат тендерли вот так вот выглядит флакон здесь вишенка и состав входит цветок мандарина гелиотроп и мангу и магнолия но вот этот аромат почему-то вот как он нарисована здесь вишня да хотя это вроде бы и сердце но не вот он почему-то напоминает такой аромат вишни в пудре в пудре в сахарной пудре он свежий идет но с такими терпкими нотами это пудровый аромат и вы знаете я тоже пыталась им пробовать пыталась им пользоваться но тоже немножко вот не мой это аромат идет он такой более фруктовый и кстати его не так и много заказывают ощущается здесь ярко выраженный аромат магнолии такой знаете дурманище немножко а этот аромат мне понравился очень-очень это аромат валары forever малина белая роза и сахарная миндаль по ассоциации этот аромат пахнет белым шиповником то есть когда прям вот нос опускаешь белый шиповник прям вот сто процентно попадание и у меня вот он вызывает такие ощущения совершенно не сладкий аромат цветочный стопроцентно очень красиво флаконе виде цветка подходит для классного подарка кто распробовал всем очень нравится этот аромат и такой очень-очень легкий летний прекрасный аромат для особого момента ну а эти флаконы вы уже наверняка узнали потому что я уже делала когда-то обзоры этих двух флаконов это женская туалетная вода women's collection сеншуал с жасмин и вторая это шерри блоссом эти туалетные воды в таких эргономичных флаконах серьезных таких знаете да классических но из них мне нравится аромат жасмин просто обожаю жасмин обожаю в любом виде сладкие я люблю такие сладкие цветочные ароматы мне очень нравится жасмин а вот аромат блоссом я немножко шери блоссом немножко не поминать не понимаю он как-то его плохо ощущаю он мне напоминает больше такой аромат свежести хотя относится к фруктовым ароматом вишневый цвет в основу аромата этого лежит шери блоссом сеншуал жасмин ландыш и жасмин но этих ароматов всегда хорошая цена из-за того что очень эргономичный флакон как мне кажется аромат который был мною опробован давным-давно дивайн мне кажется он относится к разряду зимних ароматов это шестилепестковая орхидея я помню как он запускался он достаточно интересный очень но он такой знаете терпкий аромат очень нравится брюнеткам по моему наблюдению и я его брала дважды но второй раз он у меня не пошел то есть первый раз я выпрыскала флакон взяла второй раз и как-то вот он у меня немножко мне он поднадоел но дивайн это в переводе на русский жив божественная и вот видите в виде женской фигуры у нас изображен флакон но этот аромат очень очень давно продается но из этой линейки дивайн больше всех пользовался спросом красный аромат это диван сеншуал который красненький был сейчас его сняли вот остался только один вот этот 6 лепестковой орхидеи фрезия и сандал то есть женственные очарование небесной глубины на не знаю пачка эту надежду или нет но я в принципе не замечала чтобы он оставлял какие-либо следы из пробников заказала вот этот аромат мисс чарнинг это новинка следующего каталога будет парфюмированный спрей что-то наверное как и и спрей боли он содержит цитрусовые ноты потому что в состав входит мандарин и аромат неплохой мне понравился то что касается мужских ароматов в коллекции на странице 97 представлен сигней чизу очень нравится этот аромат ведь у меня мужчин пользуется его пользуется спросом на тестерном столике у нас он стоит то есть свежий такой с морскими нотами но нет вот этой знаете морской свежести вот как вот в аромате митсамар например то есть не этот аромат понравился здесь есть какие-то такие древесные ноты и береза конечно она дает о себе знать но и зеленый мандарин входит состав поэтому цитрусовые кто ароматы любит можно вот этот аромат приобретать для своих мужчин из бестселлеров ароматы к сайт скажу честно я не могу никак определить запах этого аромата для меня он такой очень легкий мой нос просто его не воспринимает но этот аромат пользуется очень большим спросом его покупает особенно очень много молодежь его берет это в принципе такой беспроигрышный вариант свежего озонового аромата содержит он мох чай и дыню но вот ноты дыни я тут ну никаким образом не уловила но я всегда имею этот аромат запасе в офисе потому что обычно клиенты всегда спрашивают свежие ароматы это стопроцентное попадание страница 100 из классических флаконов представлен из коррекции man's collection аромат dark wood это древесный аромат мне он нравится мне муж им пользовался тоже этим ароматом видите тоже он пользуется популярностью но кстати скажу вот цитрус тоник как-то берут больше чем вот этот аромат он наверно более для взрослых мужчин но взрослые мужчины предпочитают по солиднее цену и по солиднее флаконы ну а есть еще такой классический древесный аромат сол душа в переводе на русский язык бергамот кориандр и пачули действительно аромат какой-то знаете с такими нотами специй потому что бергамот да он обладает специфическим таким ароматом и вот кстати этот аромат любят мужчины которые консерватор да они предпочитают классику древесные ноты обычные знаете вот как вот раньше 90-х там до в 2000 годах особо не было выбора туалетных вод для мужчины вот этот аромат мне кажется оттуда древесный и ароматический так их содержит бергамот и кориандр очень жаль что в этом каталоге не пришли тальки заказывала их я вообще без тальков не могу и они так редко бывают в каталогах так что придется брать их если будут следующем каталоге уже по полной стоимости и конечно жаль что они не пришли конечно я не могла обойти свой любимый свою любимую палочку выручалочку это спрей для жирных волос сухой шампунь которые у меня всегда есть в офисе вот и бывает иногда когда приходишь на работу и видишь что у тебя что-то не то с прической я им очень пользуюсь всегда как вот палочка выручалочкой потому что он очень хорошо освежает прическу освежает голову особенно если это жарко например до летом потому что он содержит ментол и вот я даже люблю на корни волос вот так отодвинув прям прыскать потому что он очень-очень хорошо охлаждает кожу и мне очень нравится вот эта штука поэтому я всегда когда он идет со скидкой беру один домой один в офис беру из больших объемов на странице сто восемнадцать сто девятнадцать я взяла шампунь для всех типов волос авокадо и ромашка хочу его попробовать именно из этой серии нэча и хочу обратить ваше внимание на пломбу которая стоит здесь на всех флаконах сейчас то есть как ее снимать вы его отрываете эти вот он из кончику пломбы вы его отрываете и теперь этот шампунь легко открывается ох как вкусно пахнет аптекой ромашка мне нравится такой запах немножко даже как-то вот я ощущаю тут и крапиву и даже ментол ощущаю где вы тут наверное нет но вот дела попробовать с маслом авокадо и с ромашкой очень классный запах и потом попробую и скажу понравился или нет на странице 122 у нас представлена вот такая кисточка для масок я ее брала предыдущих каталогах и использую и для масок и для нанесения корректора для лица то есть так получилось что у меня вот здесь вот видите она выпала и мне можешь потом ее туда вклеивал то есть вот такая вот пока оказалась бракованная вещь но вот служит уже мне несколько лет я давненько я уже брала и я использую и не только для масок но и для нанесения корректора под глаза почему потому что у нее такая немножко жесткая щетина по сравнению с кистью которая представлена в коллекции в коллекции для декоративной косметики там щетина немножко длиннее и она такая более мягкая мне вот это больше нравится потому что ей можно точечно нанести корректор поэтому я использую вот эту кисть именно для корректоров и для масок новинок по уходу за кожей я взяла вот эту серию серия оптимас увлажняющий тоник для всех типов кожи и увлажняющий гель для умывания для всех типов кожи я уже попробовала эти продукты мне они понравились единственное есть минусы о которых я расскажу в отдельном видео где я буду рассказывать уже об этой серии ну вот тоник выглядит таким образом очищающий гель вот идет с частицами внутри все посмотрите какие до голубенькие частицы не знаю что они делают но серия заявлена как увлажняющая нам не понравилось единственный минус который мне не понравился это вот этот я люблю с дозаторами средства вот когда открываешь его начинаешь выдавливать получается достаточно много выдавливаешь потом закрываешь там еще на краях что-то пачкается поэтому я вот так как хранится все равно но вниз головой до вниз крышкой получается что когда ты выдавливаешь ты выдавливаешь гораздо больше нежели чем ты бы выдавил из дозатора то есть вот это вот такой существенный существенный минус который мне не понравился а так у него очень хороший такой легкий свежий аромат такой водянистый водной линии лилии как мне показалось здесь входит экстракт цветка алтея он успокаивает кожу и нормализует обменные процессы экстракт клубники придает кожи сияние и содержащиеся в него фруктовые кислоты помогают очищать поры гомомелис он стягивает поры и очень хорошо тонизирует кожу вообще когда-то я помню в детстве когда у меня дочка была маленькая я использовала детские средства с гомомелисом и мне очень нравился аромат этого этого растения но так как здесь заявлено что он подходит для любого типа кожи но все-таки уменьшает поры тонизирует ее то из чего я сделала вывод что все-таки для нормальной комбинированной больше да потому что для сухой кожи во первых мы чаще всего используем молочко ну и соответственно стягивать поры на сухой кожи совершенно не надо поэтому хоть и для всех возрастов и для всех типов кожи но я думаю что для больше для комбинированной вот приходит такой крем для век увлажняющий крем для век в подарок он кстати еще содержит кофеен и поэтому уменьшает темные круги под глазами при пухлости вот такой он консистенции очень легкий очень легкий прям нежный знаете как мусс но с маслянистой текстуры ничем абсолютно не пахнет вообще нет запаха то есть подходит для чувствительной кожи я думаю поэтому вот такая штука классная дома буду пробовать я не очень люблю когда кремы идут без дозаторов и без шариков но у меня муж вот такие крем больше любит он любит уж помазал так помазал а я больше люблю такие шариковые с дозаторами кремы поэтому это будет для него ну естественно я сама попробую а так мне понравилось что вообще нет запаха прям вообще ничем не пахнет еще один продукт по уходу за лицом который я заказала и тоже уже попробовала это матирующий дневной крем флюид для жирной кожи вот он идет с дозатором любимый вариант флакона моего давайте его попробуем я его уже попробовала видите он очень легкий и течет на то есть но кстати очень быстро матирует я когда дома его нанесла и размазывается быстро прозрачный очень вкусный запах березы очень вкусно и прям здесь вот входит ассоциация возникла что пахнет березы на самом деле караивы вот свежая снятая караивы плюс белая крапива не знаю чем пахнет белая крапива но вообще очень нежный запах травы легкая матирующая формула я его попробовала и буду его использовать матирует он хорошо я наносила его на очищенную кожу а потом сверху наносила тональное средство вчера пользовалась им и вы знаете свои ожидания он оправдал он матирует на несколько часов не на весь день то есть концу дня уже начинает у меня т-зона блестеть но достаточно хорошее средство как вариант для макияжа как вариант для лета и еще особенность такая что вот он очень быстро впитался схватился тогда и сразу по ощущениям вот такую знаете как мат такая матовая поверхность становится кожа он уменьшает видимость пор увлажняет и смягчает кожу единственное у него нет антивозрастного компонента а поэтому я его использовать буду временно но и соответственно потом перейду на снова на антивозрастные кремы но в сравнении с тем кремом который у нас был серии оптимал если комбинированной кожи мне этот крем понравился больше то есть тот был немножко другой кассе консистенции и плюс еще то что этот с дозатором это вообще огроменный плюс для такого продукта хочу чтобы все кремы в арифлейм были с дозаторами включая очищающие средства ну и конечно нельзя было пройти мимо вот этой корзины корзина не приходит но набор вот этих самых нужных жарким летом средств приходит и по себестоимости получается очень очень выгодным шариковый дезодорант летом конечно всегда в хозяйстве пригодится этот экстракт там хлопка я не люблю шариковые дезодоранты может быть когда нибудь я их распробую и буду от них восторге но пока я пользуюсь дезодорантами спреями именно и спреев я выбираю дезодорант сиреневая крышка 48 часового действия вот этот вот с голубой крышкой с экстрактом хлопка то есть мне не нравится больше всего средства для интимной гигиены с экстрактом алоэ увлажняющие мне нравится что она идет на прозрачной основе без смягчающих компонентов очень классно и как раз для лета легкая с таким нежным зеленым ароматом алоэ зубная щетка зубная щетка мягкая идет я и пользовалась щеточка классно очень единственная перешла на щетки средней жесткости я в каком-то видео помню говорил о том что я скажу как в каком состоянии находится десны десны не кровоточат вы знаете для меня это нонсенс потому что раньше я всегда переходила на щетки средней жесткости у меня сразу начинали кровоточить десны сейчас такого эффекта нет это очень классно для меня достижение ну и поэтому сейчас эта щеточка мне не пригодится но я думаю что может быть я ее продам или подарил кому-нибудь следующая зубная паста отбеливающая я и периодически ею пользуюсь мне нравится эта зубная паста и сейчас она представлена как раз в этом наборе она очень бережно очищает зубы не стирая эмаль набор летняя свежесть ходит у нас вот еще такой гель с экстрактом винограда тоже стоит на пломбе если вам покажу да вот видите такая штучка есть ее отгибаете и нужно гель открыть такой запах красного винограда вкусный ну и закрываете чтобы он не тек если вы его будете куда-то переносить ну обычный гель из серии discovery не знаю я ли такие гели люблю пользуюсь ими но мне кажется какая разница с каким ароматом аромат не сколько мне не мешает пользоваться этим гелем также в состав у нас входит мыло с ароматом винограда и мыло oriflame я вообще очень люблю ну и на последней странице конечно наконец-то мужчины наши дождались скидки на такие любимые продукты как мыло мужское которое имеет который имеет очень такой знаете мужской терпкий аромат и вот я сейчас давайте вскрою и на него посмотрим да то есть что это было из себя представляет потому что многие спрашивают она идет вот на такой гелевой основе очень классная у нас кстати она женщина консультанта на им голову моет она говорит мне очень нравится она обладает охлаждающим эффектом я сначала мой голову этим мылом а потом мой шампунем ну вот такой вот особенность такая есть и мыло такой знаете с настоящим мужским северным ароматом и также шампунь для волос и тела то есть он идет и для волос и для тела мужчины обычно не разбирают когда моют разные участки тела поэтому для них вот как раз специально такое средство и голову помыть и тело помыть ну и классная конечно цена на пену для бритья 159 рублей шампунь 159 рублей пена и 90 извиняюсь 59 рублей мыло да то есть вот это вообще шикарные цены я конечно набрала сейчас и мыло и шампуни и пен про запас потому что муж сказал обязательно запасись пена он пользуется только oriflame и был такой ну как бы момент когда мы покупали пену арка в магазинах если я спросила его чем отличается тот или иной продукт он сказал что там небольшое количество идет пены по сравнению с этим объемом то есть этот объем покупать выгоднее тем более по такой цене что еще я взяла в этом каталоге мне пришли вот такие стаканы классные по акции лето со вкусом вот так они выглядят давайте 2 достану пока не приходят коробочки видите вот так вот такой материал акрил многие спрашивают бьется или нет не знаю не проверяла но мне кажется сразу вы его не разобьете этот стакан вот три стакана пришли естественно эту коллекцию будет собирать очень очень классно меня ждут на нее конечно же покушались клиенты но я не сдалась я буду собирать всю коллекцию сама продукт места платы за доставку которые я заказала в текущем каталоге это тональная основа тональная основа натуральный беж 33 159 вот вот такой у нее тон не буду пробовать ну и еще штука которая мне супер понравилась это кошелек я взяла его на интернет распродаже для тех у нас кто зарегистрирован в компании рефлей мы в нашем проекте когда партнер размещает заказ у него вверху появляется выпадающий список интернет предложений там можно купить разные продукты по очень хорошим ценам я взяла вот такой кошелек я забыла как он называется и какой у него код но я напишу под видео все коды и всех продуктов которые я использовала в этом видео но что мне очень понравилось он очень легкий я люблю легкие кошельки потому что я люблю все легкое чтобы она я люблю все легкое чтобы это не утяжеляла сумочку теперь смотрите далее значит здесь лежат крупные купюры да то есть здесь я храню купюры дальше здесь я храню мелочи тут у меня еще пара бумажек положено важных для меня значит дисконтные карты и карточки у меня лежат здесь с этой с этой стороны и на ощупь очень-очень классные причем я вчера набивала его мелочью у меня очень было много мелочи в офисе я его набила и у меня он получился такой пузатенький но вот этот клапан дает возможность ему не разваливаться у меня старый кошелек был примерно такой же формы сейчас вот он у меня пойдет на выбор сразу после этого видео мне он хорошо очень отслужил он принципе практически целый за исключением одной кнопки да и на кнопки мне не очень нравилось потому что надо было одно и вторую до кнопочку закрыть и как-то потом она у меня оторвалась то есть вот этот кошелек мне тоже он очень нравился он тоже легкий и приятный на ощупь ну и вот я сейчас поменяла его вот на такой красивый немножко он чуть-чуть будет может быть потяжелее но такой прекрасный кожзам по качеству по дизайну очень понравился прям в восторге и стоит всего 499 рублей вот такой кошелек поэтому налетай пока есть пожалуй все все продукты которые я вам рекомендую купить вы выбираете для себя конечно те продукты которые вам нравятся те которые вам хочется приобрести мне тут задавали вопрос куда этом деваю всю эту продукцию вы знаете у нас офисы в офисе у нас есть тестерный стенд и я когда-нибудь сделаю обзор этого тестерного стенда покажу что у нас тут есть сейчас у нас в офисе скоро начнется ремонт потому что мы выиграли конкурс вип спо и будем его брендировать и поэтому я думаю что когда мы его приведем в классный вид я вам обязательно покажу все тестерные стенды которые у нас есть и каким образом наши консультанты которые посещают мой офис могут протестировать продукцию которая представлена на этих тестерных стендах но с вами я прощаюсь было приятно провести с вами время подписывайтесь на мой влог ссылочку вы найдете под видео и обязательно ставьте лайки рассказывайте об этом видео делитесь им со своими друзьями в социальных сетях и до новых встреч